YouTube это такой ящик Пандоры, который открыл миру множество талантов и бездарности. Нам повезло жить во времена, когда можно легко козырнуть на видеохостинге, и если повезет, тебя увидит и полюбит вся страна. Этой уникальной возможностью не могли не воспользоваться люди, которые живут музыкой. Для них площадка стала настоящим светом в окошке, ведь блог можно монетизировать, а в качестве бонуса найти продюсеров и спонсоров для продвижения. Да и возможность поделиться творчеством со зрителями тоже дорогого стоит. Кто же преуспел на творческой Неве и сумел завоевать расположение народа? Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня ты увидишь ТАП 10 ютуберов-музыкантов. Десятое место. Музыкант вещает. Руслан Утюг промышляет в основном тем, что лабает каверы на топовые композиции разных времен, а заодно обучает игре на примере любимых хитов. Аккорд С, Ж, Д, Е, С, Ж, Д, Е. Фишка музыканта в том, что почти все ролики с игрой на гитаре он пишет с какой-нибудь крыши. Он часто переводит всемирно известные композиции на русский язык, но и исполняет их в таком вот нетривиальном виде. Поскольку Руслан вооружен гитарой, ясен перед, что играет он не фортепианное направление, а рок. Но иногда мелькают и треки, например, Билли Айлиш, Тентасьона, Лил Пампа и других попсовиков. А ведь еще у парня есть канал собственного творчества, название которого полностью совпадает с именем и фамилией автора. Не сказать, что ютубер часто балует поклонников собственным творчеством, но и такое бывает. Из всех негативных комментариев можно согласиться только с тем, что видео выходят раз в месяц. Быть может, если бы Руслан поднажал в работе, он бы не оказался в хвосте нашего топа. Талант и фантазия ведь у парня ого-го. Девятое место. Даня Кашин. Первыми ДК клепал отнюдь не клипы, а стримы и летсплей. Хотя вру, начал он с каверов и ремейков, а уже после перешел к играм. Но озревшая с глубокого детства мечта посвятить музыке жизнь не прошла для Кашина бесследно. Все-таки Кашин с 15 лет писал биты для Руслана ЦМШ. И вот три с половиной года назад Даня удачно фитонул с Савергоном. Я уйду из семьи и сменю я фамилию, бляства, развраты и наркотики, дилеры. Меня искать не надо, ведь я без вести пропавший. Сын давно звонит в морг. Где же дядя Кашин? С тех пор пошло-поехало. Кашин цепляет поклонников оригинальными идеями, шуточными каламбурами в текстах и агрессивной подачей треков. Отдельным пунктом следует сказать об интересных сюжетах клипов Дани. Да и вообще самих клипов. Мало у кого из конкурентов музыкальные видео напоминают фильмы. О Кашина, пусть и не всегда, но такое случается. Чего стоит только клип, я тут слэш заплатить. Хотя лично мне в душу запала работа «Я смотрю аниме». До сих пор включаю этот каламбур и ору с припева. Странно, что Кашин, который сейчас дико угорает по EDM-щине, оказался так далеко от вершины топа. Ну а голосование наших зрителей закон. Восьмое место. Александр Пушной. В отличие от других кандидатов, он состоялся и привлек внимание с помощью ютуба. Пушной стал музыкантом почти 30 лет назад, когда я пешком под стол ходил. Карьера на ютубе началась в 2017. Александр – мастер каверов. Репертуар мужика настолько вариативен, что в нем соседствует советская классика с классикой интернациональной. А еще забавная интерпретация русской попсятины в металл-кор формате. А как тебе такая версия песни Леонида «Мать его Агутина»? С тем, что пушной, талантливый и креативный чувак, вряд ли можно поспорить. Те, кто многие годы смотрел «Галилео», это подтвердят. Да только клонит его в тяжеляк, который сейчас, увы, не в почете. Начал бы писать рэпчину, ну или хотя бы переделывать рэп в рок и металл, глядишь, и аудитории поклонников приросло бы. Но пока имеем, что имеем, только восьмое место. Седьмое место. Радио Тапок. Аки Руслан Утюк, Олег Абрамов, прославился прежде всего эквиритмичными переводами на русский и соответствующим исполнением. Он копирует даже концепцию клипа, взять хотя бы свежую переделку на трек «Мутер» от Рамштайн. В числе самых популярных роликов такого формата у Радио Тапка русскоязычные каверы на Рамштайн, Саботон, Горилла, Слинкенпарк и других известных исполнителей. На канале Абрамова существует рубрика «Изиорок», обучающая и вдохновляющая нубов создавать композиции по типу любимых артистов. Порой на творчество Олега реагируют сами музыканты. Он идеально подходит под нашу музыку, заставляет делать песню по-новому звучать. А в этом году Радио Тапок даже принимал участие в гастролях одной из своих любимых групп Саботон в МСК и СПБ. В общем, поднялся чувак. Шестое место. Энджойкин. Ютубер прославился благодаря умению сочетать музло с шедеврами кинематографа. Энджойкин в процессе творчества не обходил стороной и острые политические темы. К слову, это видео стало одним из самых популярных у музыканта. Как, впрочем, и нарезка цитат великого философа всея Руси. Сегодня не все могут завтра жди день смотреть. Другим хитом стал трек про стримершу Карину, которая в то время была на пике собственной славы. Я милая киса, пушистую лавку. Короче, Энджойкин умел находить поистине злободневные месседжи и обыгрывать их с помощью электронной музыки. Ну а последней работой интернет-композитора стал брат, отсылающий нас к бессмертной классике российского кинематографа. Я на рыбалке ногу прокалывал. Энджойкин дропнул его почти два года назад, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Поговаривают, что блогер сменил род деятельности. Ну а поклонников об этом предупредить не удосужился. Пятое место. Ивангай. Бывший летсплейщик с юных лет питал особую страсть к музыке, ведь одним из первых видео Вани на видеохостинге стала эта знаменитая работа. До тебя видел смысл жизни. Потом это дело как-то застопорилось, а вот около пяти лет назад чувак решил вернуться к музыкальному творчеству. Ну да и пусть осуждают, не понимают. Русской выпустил несколько треков, в том числе клип «Делай по-своему», который набрал более 40 миллионов просмотров. Однако роль основного контента отводилась привычным роликом. Видимо в один момент Ивангаю просто надоело пилить то, чего от него все ждут. И три года назад он просто взял и исчез. Исчез, чтобы спустя полтора года вернуться с дебютным ADM треком «My Heart». Свеженькие хиты Ивангай выпускает под псевдонимом «Авэн» и они в целом годятся для прослушивания. Такой себе лайтовый электроданс. Но видимо Музлова Вани получается не настолько классно, как старые ролики, благодаря которым он то и дело висел в верхушках наших топов. Сегодня только середина. Четвертое место. «Эксайл». Илья – летсплейщик, а по совместительству диджей и ярый поклонник «Маршмелло». Даже в собственном творчестве «Эксайл» не упускает возможности упомянуть имя Зефира. Иногда его треки приобретают слегка иной хаосный оттенок. Надо сказать, со своими попытками перевлечь внимание кумира «Эксайл» не прогадал. Возможно, благодаря этому рвению Илье удалось попасть на финал «Фортнайт Волд Кап». Лично мне кажется, «Эксайлу» надо уже полноценно фитануть с Маршем, а не просто пускать слюни в ответ на каждый его пук. А ты как считаешь? Третье место. 55 на 55. Вектор Анищенко решил продолжить дело канувшего в небытие Энджойкина. По сути, его музыка представляет собой то же самое. Блогер выпиливает из контекста фразы и интервью и другого контента, кидает их на бит и заливает на видеохостинг музыкальные ролики такого формата. Вот верно говорят, все новое, хорошо забытое, старое. Хотя, чего греха таить, получается смешно. Музыка не музыканта уже давно стала классикой. Припев отсюда я запомнил, кажется, на всю жизнь. Равно как и бит с видоса про Ларина. В общем, идея хоть и не нова, но обыграна в оригинальной манере. Народу нравится, народ ценит, правда, есть ощущение, что раньше было лучше. Второе место. Моргенштерн. Думаю, нет смысла описывать весь путь становления Ананаса, как одного из самых популярных рэперов современной России, начиная с этих шедевров. Скоро эти треки будут у тебя. Слушает район, слушает друзья. Ты лучше меня все это знаешь. Не сказать, что я питаю симпатию к этому персонажу, но в одном ему нужно отдать должное. Он как начал с музыки, так и продолжает в том же духе. Обычный уфимский парень не кисло скаканул от любительских роликов на камеру 0,3 мегапикселя с наивной младенческой рыбчиной до того, что сейчас доносится из машин, мобил и колонок по всему бывшему совку. И сколько бы лайков не собрали хейтерские комменты в сторону Моргенштерна, реалии таковы, что этот музыкант не дотянул всего пару процентов народной любви до победы в нашем топе. А дотянул Четкий Пацца, и это первое место. Качественный юмор способен перещеголять всех. И пусть Четкий Пацца это не самостоятельный музыкант, а своеобразный комедийный проект и искрометные пародии ребят покорили народные массы. В отличие от каверов с претензией на шутку, искажение контекста типа треков Энджойки на 55 на 55, а также эквиритмичных переводов в стиле утюга и тапка, Четкий Пацца делает реальные пародии, вплетая в оригинальные треки совершенно другие темы. Но темы эти настолько распространенные и бытовые, что они могут не зайти. Да вон хотя бы понтовый кадиллак, переделанный в песню про ЗНО, украинский аналог ЕГЭ. Или пародия на сердцеедку Крида. Авторы жгут на палм, пусть продолжают в том же духе. А поддержка, как показывает результаты нашего топа, им обеспечена. По крайней мере, именно Четкого Пацца пятая часть наших подписчиков сочла достойным победы в нелегком бою с Моргенштерном. А кто из ютуберов-музыкантов по вкусу тебе и почему? Пиши ответ в комментариях. И не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, весь там регулярно вместе общаемся. Проводим подобное голосование и орем над угарными мемчиками.